Квалификация российских пилотов Квалификация российских пилотов Квалификация российских пилотов Ну а затем пошли суды Летчики, конечно, пытались оспорить это решение Но все иски были отклонены Так, что же получается Проверка-то идет уже давно Генпрокурор Юрий Чайко недавно сообщил С 2017-го от полетов уже отстранили 550 пилотов Два авиационных и учебных центра прекратили деятельность Количество аннулированных летных свидетельств Подобралось к цифре 160 Лишение лицензии единственно возможный вариант в этом случае Вот именно это мы спросили Председателя правления межрегиональной организации Пилотов и владельцев воздушных судов Никакой независимой от нашего Авиационного ведомства Системы подготовки коммерческих пилотов В стране не существует Вот была одна единственная попытка Создать такое учебное заведение Ну вот сейчас собственно мы о нем и говорим Она продолжалась несколько лет Это учебное заведение подготовило С моей точки зрения Чрезвычайно качественных пилотов Которые были на порядок лучше Чем пилоты, которые были подготовлены В государственных учебных заведениях Нужно было просто проверить этих пилотов На навыки и умения Ну и в конце концов этот путь сейчас не закрыт Это можно сделать и сейчас Одних пилотов лицензии лишают Другие сами улетают Работать, летать за границу Дефицит кадров в российской авиации И ее другие проблемы Стали темой специального репортажа Нашей коллеге Татьяны Новиковой Дорога в облака еще в прошлом августе И вот есть повод вернуться к этому сюжету И обсудить ситуацию в отрасли И Таня уже присоединяется к нам в студии Да, Таня, привет Привет Ну вот ты общалась с представителями Челябинского летного училища Оно, ну уточню для тех, кто может быть не знает Оно входит в состав Южноуральского университета Что там говорят о качестве подготовки Да, я не берусь утверждать Я не авиационный эксперт Да, я не могу сама говорить о качестве подготовки Но исходя из того, что говорили сами ребята Инструкторы Они уверяют, что взяли за основу Зарубежную систему обучения И говорят, что у них Самые лучшие самолеты Лучших преподавателей, инструкторов нашли Зарубежную систему подготовки Которую они взяли Это значит, что ребята в основном Идут не за первым образованием высшим А ребята уже с высшим образованием Средний возраст 30 лет, например И те предметы, которые они уже получили в вузах Им засчитывались И новые предметы Это те, которые касаются именно полетов Именно так в основном делают за рубежом Там, как правило, нет высших учебных заведений Для пилотов А есть авиационные учебные центры Сотни летчиков, получается, выпускников Лишаются дипломов Остаются без профессии Некоторые просто не смогли Или не успели Закончить, получить образование Известна здесь ситуация? Что вообще с ними? Ну я поддерживаю со многими связь Я чувствую себя все-таки причастной Теперь к этой ситуации Поскольку начала свой репортаж И многих просто добавила в друзья В соцсетях Слежу за ними, что происходит У кого-то не сложилось Многие люди взяли кредиты Чтобы учиться Именно в Челябинском училище И когда случилась вся эта ситуация Все занятия приостановили И деньги им не вернули И получается, они оказались в заложниках И мне на что доучиться Они и так все в долгах Да? И... Но есть и хорошие случаи Но есть и хорошие случаи Например, один Как раз из моих знакомых Вот сейчас режиссеры могут показать Картинку Полчаса назад я получила из Штатов От знакомого Павла Семченко Он переехал сначала в Израиль Теперь в США Учится на пилота Ну в общем, все хорошо Созвонились Да, давайте послушаем Что он сказал Чувствую, что я... Единственное, что у меня стойкое ощущение Такое есть Что я вырвался из какого-то болота И то, что сейчас происходит То, что я сегодня прочитал Несколько материалов в СМИ Я просто вижу, что в России Все в каком-то замкнутом кругу находится Я сейчас нахожусь здесь С целью закончить свое обучение И надо получить свидетельство пилота Здорового человека Да, как мы шутим Американская пилотская Которая будет признаваться Большинством стран мира Я стану в той стране, в которой я нужен Буду работать на благо экономики Той страны, которая ценит людей Я абсолютно... Жизнь летчика изменяется Ситуация в авиационной отрасли пока не очень Будем за ним вместе с Ли Спасибо, Таня Татьяновика Наша коллега присоединялась к Кефиру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok